У этого фонтана только что сидело два пацаненка, лет наверное шести, и болтали они ногами в воде. И у них был такой телячий восторг от этого фонтана. Было такое ощущение, как будто они в этот момент открывали для себя огромный прекрасный мир. И он их наполнял восторгом. И такие искренние эмоции били из них. Они и танцевали под эту музыку, и дергались, и выражали эмоции по-всякому. И глядя на них, я невольно вспомнил свою молодость, свое детство. А самое главное, вспомнил эмоции, которые испытывал в аналогичных ситуациях. В детстве тоже любил ходить на фонтаны, болтать вот так вот ногами сидя у края воды, купаться в воде. И тоже вот этот щенячий восторг от прохлады, от фонтана, вообще от жизни, от того, что она вообще бесконечно длинная. В детстве она действительно бесконечно длинная. И тогда оказалось, что она вообще не может кончиться. Это в принципе невозможно. А сейчас без пяти минут шестьдесят. И понимаешь, что она заканчивается. Пусть еще не конец пути, но он уже не за горами. И совершенно другие мысли в голове бродят. Совершенно другие чувства, эмоции. И я вот про себя подумал. Если бы Бог сделал так, что эти мальчишки помнили бы свои прошлые жизни, помнили бы все переживания, весь тот груз опыта помнили бы, который был у них за прошлые жизни, он бы их просто угнетал и давил бы, подавлял. Я просто рядышком поставил их эмоции, которые они испытывают, глядя на этот фонтан. И свои эмоции, которые ностальгически грустные, из-за того, что молодость и детство прошло. Поставив эти две эмоции рядышком, я понял, что их нельзя совместить в одном детском теле. Нельзя в детстве помнить то, что ты чувствовал, переживал, в прошлой жизни, будучи 60-летним, 70-летним, 80-летним человеком. Иначе ты не будешь ощущать радость жизни. И не будешь испытывать кайфа, этого щенячьего восторга от всего увиденного, потому что ты его видишь впервые. Для тебя это все впервые. И поэтому это все так восхитительно. И любовь должна быть в жизни тоже впервые. И тоже она тогда будет восхитительной. А если ты будешь помнить, как ты любил в прошлых жизнях, уже не будет очарования новизны. И вдруг резко все стало понятно. Почему мы не помним прошлые свои жизни. Я думаю, на излете лет, если ляжет ката и удастся уходить из жизни, осмысленно, спокойно, продуманно, вот тогда, когда уже жизнь будет пройдена, и все эмоции будут испытаны за жизнь, мы сможем вспомнить свои прошлые жизни. Когда опыт знания прошлых жизней будет уравновешен опытом уже прожитой жизни, вот тогда, может быть, мы и вспомним, уходя, те свои прошлые жизни. Ну, для этого нужно, чтобы карта легла, чтобы ты был готов, готов и эмоционально, и психологически войти в это состояние, чтобы вспомнить, уходя, все, что ты проживал и до этого периода. Продолжение следует...